всем привет с вами я супер и это будет видео обзор про моего хомяка полный видео обзор это не как первая часть ой он упал у меня но не настолько высоко не бойтесь тусю что два сантиметра вот и что я бы хотел бы сказать о своем хомяке во первых характеристики характер потом что хотел еще сказать о его внешности и в конце просто няшный видеоролик во первых он всегда позитивный всегда на настрой что хочет что-то исследовать ходит так хочет что-то найти но я не знаю чем может быть свою маму не знаю потом он всегда дружелюбный не кусается только кусается тогда если его из клетки вытаскивать он в принципе так там не кусается вот только самки очень сильно кусается и он у меня не настолько огромен и это примерно 10-15 сантиметров вот потом что хотел бы сказать он чистится видите мой хомяк во первых тюля каждый пять секунд чистится я не знаю почему он даже мой пальчик облизу вот как видеть немножко водянистая стала вот и потом ну давайте а внешности хомяка вообще она няшная прям не знаю бог его сотрывали хорошо во первых чтоб я вспышку отключу можно вспышку мне отключить сразу смотрите у него вот как видите нос нос с усиками ну уж и у него прям длинные я бы сказал усы длинные настолько что почти как его две головы вот потом у него носик как у кролика он вот эта часть глаза прям как космос ушки такие няшные но они они у него закрыты потому что есть телевизор включенный шум такой ножку на стиле он закрывает ушки и и ушки но они иногда открывается когда он очень слишком счастливым сейчас у меня не настолько счастлива я ему дал грецкие орехи вот у него щечки сейчас полные можно их вот так немножко пощупать и ощутить потом хомяк чем он всегда не знаю почему почему у хомяков у животных в мире так смотрите я хочу показать ему губу ну короче у него губа вот так мышцы настолько вот 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 так сделано что у него он всегда типа несчастливые вот видите вот видите всегда типа несчастливая но иногда он на самом деле радостный вот частица блин вот это не надо показывать да ну давайте еще плюсы минусы плюсы он как бы няшный красивый и чё еще дружелюбный как говорил и нежный вот нежный вот это прямо супер как у кошки или собачки нежный вот точеч так же потом ой 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 у него не четыре лапки как у всех у него три лапки потому что вот сейчас я вам покажу вот одной лапки у него нету потому что сейчас зоомагазине когда мы его покупали вот у него ни одной лапки нету потому что либо его как говорил сам продавец либо его отгрызли когда он родился то есть кто-то захотел мясо покушать и у детеныша сразу откусил либо это генетически генетически то есть когда при рождении мать неправильно родила и лапка отвалилась либо она не дороже и не не доросла но уже прошел не знаю очень много времени я его купил первого сентября 2014 года то есть как пошел в школу вот сразу купили хомяка вот типа на подарок вот вот прикольно шевелить ногами вот и вот из-за этого лапки нету но он лапку иногда используют когда вот чешет как собаки вот чешут же свою спину или что-то такое он тут уж точно так же и чешет вот чистится давать его на вспышку включу ой как сильно вот видите лапкой иногда чистого чистится каждые пять секунд как говорил лапку использую но как они используете сию лапки нету вот тут лапка у него есть так что принципе ничего страшного вот и давайте я расскажу о его минусах минусы во первых надо убираться за ним присматривать за ним потому что он может клетку всю полностью доесть корм полностью съесть но я от после школы когда ухожу я ему заранее ложу очень много корм чтобы он хотя бы прожил и ложу обязательно капусту банан фрукт какой-либо у него и смотрю есть ли у него в опильнике вода если нет воды он может умереть все таки от жажды человек от жажды умирать за семь дней без еды может еще прожить месяц как ученые доказали или даже больше я не знаю я примерно так смотрел вот и потом чем он сказать хомяк на самом деле если он укусит принципе ничего такого нету если он один живет и если он не дикий вот он мне кусал где-то два раза ну не настолько больно это как укол положить вот поставить вот еще недавно укол поставили вот тут проверили кровь ну не беспокойтесь тут она уже восстановилась ну немножко такая красненькая есть . хомяка можно мыть но я вам все-таки не советую потому что у хомяка есть такой специальный свой жира который защищает его от от холода у нас дома немножко холодно вот и в городе казах я живу в казахстане сам казах в астане и его очень холодно от минус 20 до минус 30 доходит уже четыре дня или пять дней школа не ходили вот из-за этого вот но это для меня праздник уху да у хомяка есть слой жира если его помыть то он вот таким я его один раз мыл я его больше не буду мыть потому что вот такой какой-то дряхлый как вы знаете крыс вот точно так же похоже становится и у него есть такой няшный маленький такой хвостик такой няшный вообще я иногда его дергаю настолько не надо вот видите маленький вот такой хвостик вот тоже такой как перо почти мягкая я еще не знаю про чё сказать давайте в конце я вам просто покажу как он ходит там еще и всего так дергать немножко так вот так вот так он быстро убегает как скоростное как в томми джерри вот ну ладно давайте на последних я вам покажу о самом хомяке ну давайте поехали а вот 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова